Всем привет! В эфире 18 выпуск программы «Время настольного хоккея». В Питере на этих выходных турнирах не было. Я сам лично два дня пробегал на лыжах в Орехово. Набирался здоровья перед февральским марафоном. Ну смотрите. 7 февраля у нас командный турнир. 14 этап чемпионата города. 27 чемпионат России. И 28 февраля чемпионат России по разрядам. Так что ждем вас в самом играющем городе на стиге Санкт-Петербурге. Но слава богу играют не только в Петербурге, но и в других частях планеты. Сегодня в программе. Кубок Казани выиграл Константин Барабаш. Гость Казани Игорь Новиков из Азова. United States Seeker Shootout 2021. Вторая победа подряд в Америке Арсения Столярова. 31 января в подростковом центре Лимонад в столице Татарстана прошел Кубок Казани. Собравший 37 участников, что вполне приличный результат для нынешних времен. Можно было конечно организовать и этап Кубка России, но почему-то казанские организаторы не взяли на себя такую ответственность. Хотя на турнир съехалось немало представителей из других городов России. Москва, Азов, Нижний Новгород, Екатеринбург. Хватало как опытных игроков, так и новичков. Воспитанников местной секции. Восьмерку главного плова удалось пробиться далеко не всем мастерам. Блестящий выступил Александр Янюшин. Несмотря на организационные нагрузки, занял первое место в своей группе. Стоявший у истоков современного казанского нахока Тимур Хамиев оказался только седьмым в своей группе. В соседней группе на шестом месте оказался один из лидеров Южного федерального округа Игорь Новиков из Азова. Пришлось Игору биться за победу в малом плову. Сначала он освободил для оргработы Тимура Хамиева. В полуфинале совершил камбэк в серии с Екатеринбуржцем Александром Кривелевым. Проигрывая в серии 0-2 вырвал победу 3-2. Параллельным курсом к финалу двигался 12-летний Костя Горшков. Сначала Константин прошел Рамиля Гавеева, затем Сергея Семагина. Характерно, что в обеих сериях юниор проигрывал стартовые поединки, но потом находил силы, чтобы переломить ситуацию. В финале сказался опыт Игоря Новикова, который начал играть на стиге, когда его соперник только родился. Гость из Азова победил во всех трех поединках. Бронзу взял Кривелев. Для начинающих игроков прошел плей-офф в так называемой второй лиге. В финале встретились юные Мусас Алахов и Инсав Галеймулин. На этом видео шайбу забросил Инсав, но общая победа досталась Мусе. И главный плей-офф. Целое созвездие казанских игроков, которые не затерялись бы и на недавнем этапе ОЧР. О суровой конкуренции говорят некоторые итоги. Так Александр Янюшин, выигравший свою группу, вынужден был сразу сойти с дистанции от Артема Смирнова. Хотя и сумел почти догнать убежавшего вперед с тремя победами юниора. Из могилы Ксанов, громко заявивший о себе на юниорском чемпионате России год назад в Петербурге, и здесь был настроен решительно. Константину Барабашу он уступил в решающем седьмом поединке. Владимир Орлов, своей победой практически оставившим меня без плей-офф ОЧР, в Казани сам оказался близок к попаданию в полуфинал. С Капитолиной Семагиной они провели семь поединков, но так и не выявили сильнейшего. Заходная от капы решила судьбу этой серии. Наверное, самой предсказуемой видела серия Эмиля Мунджи против Павла Шакирова. Один из лидеров казанского нахока прошлого, почти не имел шансов против лидера настоящего. Мунджи выиграл 4-1. Казалось, что Эмиль завоюет и этот трофей, но на его пути встал Константин Барабаш. Костя продемонстрировал, что у него выход уже не хуже. Последний раз Барабаш выигрывал серию у Мунджи в официальных турнирах более года назад, на этапе чемпионата Казани в декабре 2019 года. Семагина уверенно прошла Смирнова. Вашему вниманию подборка голов с этого противостояния. Вашему вниманию подборка головы. Без приза Артема оставил Эмиль, выигравший утешительный финал 3-1. А в главном финале Константин Барабаш снова продемонстрировал превосходство выхода в современном настольном хоккее. После двух побед в Кубке Казани Эмиля Мунджи, титул перешел Константину Барабашу. Взгляд на турнир в Казани от гостя из Азова Игоря Новикова. Игорь, привет! Каким ветром тебя занесло в Казань? Всем привет из Казани. 31 января я принимал участие в Кубке города. Региональное соревнование посещал в данном городе первый раз. До этого принимал участие в паре турниров тренировочных. Ребят активную часть уже знал, пересекался, поэтому представлял, с кем буду играть. Это же был даже не этап Кубка России, но 37 участников – вполне приличный результат для нынешних времен. Как тебе вообще организация турнира? Сами организаторы Тимур Хамиев и Александр Янюшин на самом высоком уровне справились, считаю, с проведением турнира. Все было на отличном уровне. Поляны превосходные, столы, которые, пообщавшись с Александром Янюшиным, я узнал, что достались от Александра Марголеса. Были приобретены в свое время. Что скажешь про уровень игры твоих соперников? Интересно было сыграть с местной молодежью в лице Мунджи Эмиля, Константина Барабаша, а также из могилы Оксанова. Некоторые из них уже успели пробиться в сборную России, правда, по известным причинам не приняли участие. Твое шестое место в группе – явно не тот результат, ради которого ты ехал в Казань. Что это? Недооценка соперников? Или все по делу? В праве, конечно, я был рассчитывать на место повыше, но что поделать. По мини-турниру я занял шестое место в группе. По 27 очков набрали с третьего места по шестое. При трехочковой системе предварительный расклад был бы, насколько я так подсчитал, в мою пользу. Но, к сожалению, одной забитой шайбы мне не хватило. По факту в последнем матче я это чувствовал в групповом этапе и с Александром Янюшиным ввел в концовке. На музыке пропустил необязательную шайбу и забил уже с гонгом. К сожалению, вот этого одного очка мне не хватило до третьего места. В малом плов тебе удалось реабилитироваться и всех обыграть. Это как-то скрасило впечатление о поездке? В первом матче играл с Тимуром Хамиевым. Тоже не так все просто складывалось. Недооценки соперника не было. Я знал, как он играет. В первом матче достаточно спокойно выиграл. Во втором уже были качели. И щаша весов склонилась в пользу Тимура. Дальше в третьем матче уже Тимур ввел по ходу игры. Но в концовке я уже переломил игру. И довел уже серию до победы. В полуфинале с Александром Кривелевым из Екатеринбурга вообще на самом деле не пошло с самого начала. И какой-то, возможно, недонастрой что-то был. Но затем, следуя словам Александра Бубки, если у тебя осталась одна попытка, ты еще не проиграл. Я трансформировал это в три попытки. И каждая из них оказалась успешной. Переломил. Ход неудачно складывающейся серии в свою пользу. И в финале уже спокойно довел дело до победы с юниором местным Константином Горшковым. Ну, что сказать. В целом, задачу, которую ставил, не выполнил. Потому что рассчитывал быть в полуфинале. То, что выиграл малый плей-офф, конечно, несколько подсластило пилюлю. В целом, сам турнир был очень интересный. И я и предполагал, что борьба будет до самого последнего тура. За выход в финальную часть. Так оно и сложилось. Что в нашей группе Константин Барабаш, Александр Енюшин, опытный Орлов, Рамиль Галиев, я, Павел Шакиров. Все в равной степени могли претендовать на выход. Где там плюс-минус... То есть нужно было добрать очки с Павлом Шакировым. И, соответственно, с Орловым. То есть там ничьей тоже достаточно было. Ну, соответственно, у этих игроков такие же планы были тоже, наверное. Не знаешь, в Питер на российский чемпионат казанцы планируют приехать? Планы у юниоров Татарстана присутствуют. Участвовать в общероссийских соревнованиях, а именно в ближайшем, в Санкт-Петербурге, по разрядам. Но, опять-таки, планы эти туманные, ввиду того, что непонятная ситуация, сезон фактически завален. То есть нет никакой уверенности в том, что будут реализованы планы выступления в сборной в случае даже отбора. Все сейчас живем, как говорится, одним днем. Поэтому планы такие были. Там дальше они уже будут исходить из ситуации. Будет получаться, будут приезжать в Санкт-Петербург. Ну, а вообще Казань готова еще принимать российские турниры? Такие планы уже на следующий сезон. В этом году Тимур сказал, что были обсуждения. Но как раз на мае именно обсуждались даты. Но дальше обсуждений с Титовым дело не дошло. И потом, получается, Демин наш согласовал уже даты. Они были закрыты. А Кубок ЮФО как раз на мае. И поэтому вопрос с Казанью отпал. Но в следующем сезоне по ситуации уже Тимур сказал, что они будут с Александром Янюшиным готовы принимать участие в обсуждении календаря и проведении этапа чемпионата России, либо этапа ОКР в Казани. Какие еще настольно-хоккейные выезды входят в твои планы? Что до моих собственных планов, то они пока ограничиваются участием в финальной части чемпионата Ростовской области. Он у нас запланирован на 22 февраля. А все остальное, как и большинство наших южных игроков, я считаю, мы живем по принципу настольно-хоккейного туризма. То есть это участие от случая к случаю в крупных общероссийских соревнованиях и региональных, поскольку есть удаленность от центра, есть работа, и нужно все это согласовать, все это с бюджетной точки зрения просмотреть, просчитать. Скажем, вот в Казань выезд вполне себе приемлемый для меня, по крайней мере. А сейчас у нас неплохая логистика. Компания Азимут открыла прямые перелеты. Если заблаговременно брать билет, то он обошелся мне в два конца в районе 4 с копееками тысяч. Ну а дальше посмотрим, были планы принимать участие, даже желание, по крайней мере, даже попробовать съездить в Харьков на этап чемпионата Украины. Это пока планы. Вот так что, вот как-то так. Спасибо. Не опоздай на рейс. Надеюсь, увидимся в Ростове в мае. Теперь переносимся в другое полушарие. О турнире в Калифорнии расскажет наш специальный корреспондент Виталий Куцарук. Всем привет. В этот раз порадую вас новостями из-за океана. Турнир под названием United States Stiga Shootout прошел 30 января в Laguna Hills, Калифорния. Организатором выступила Ассоциация настольного хоккея Соединенных Штатов и лично Кевин Рафферти. Предварительной регистрации было заявлено 16 человек, но не доехали Джон Лобьянко из Лас-Вегаса и Стивен Лакер из Харингтон-Бич. Кроме местных из Калифорнии, которыми являлись Роман Нежиба, Кевин Рафферти, Рэй Люди, Гордон Коста, Джеффри Вайленс, Ник и Рэйчел Дорган, были спортсмены из других штатов. Арсений Столяров из Висконсина, Рон и Джесси Кук из Невады и Десант из Мичигана, Пол Шайби, Райан Маршалл, а также Джо и Джек Кунст. После кругового этапа по 7 человек вышло в высшую и первую лигу, где продолжили борьбу за места в плей-офф. Здесь повезло игрокам, занявшим первые места, так как при отсутствии восьмого первую серию они автоматически выигрывали. Кстати, чтобы игроки не скучали, организована интересная схема плей-офф. Проигравшие на стадии 1-4 финала, как в высшей, так и в первой лиге, играют дополнительные серии на вылез. В первой лиге игры шли до двух побед. Рэйчел уверенно прошла своих соперников и выиграла золото в группе Си. Серебро у Джесси, бронза у Джеффа. Проигравшие перешли в группу Д и места распределились следующим образом. Первое место Рон, второе Гордон, третье Джек. В плей-офф высшей лиги, проигравшие свои четвертьфиналы Джо, Райан и Ник, разыграли призовые места в группе B. Игры здесь до трех побед. Первую серию Джо отдохнул, а затем в финале обыграл Райана Ник, третий. Роман после проигрыша Полу в 1-2 финала смог обыграть Кевина в бронзовом матче. Отдохнувший Арсений в сухую прошел и Кевина в полуфинальной и полуфинальной серии. Перед награждением провели традиционную лотерею, победители которой получили памятные призы. А с победителем этого турнира Арсением Столяровым мы сейчас и пообщаемся. Привет, Арсений! Привет, Виталий! Поздравляю, во-первых, тебя с победой в турнире. Я так понял, конкуренции тебе особо не было там. Ты вообще тренировался? Нет, я в последний раз играл в хоккей, опять же, на турнире в Чикаго в июле. С тех пор я вообще не перетравивался к хоккею. Но ты правда, что-то с конкуренцией было не очень. Я в финале выиграл все матчи минимум 6 шайб, 4-0 в финальную серию. Но это, на самом деле, немножко удивительно, потому что год назад с тем же полом шайбе я играл в четверть-финале, опять же, в Калифорнии. И там было куда более плотно. Не знаю, что изменилось за год. Может быть, он тоже стал играть, не знаю. Я посмотрел по карте. Ты живешь в Висконсине, в Мэдисон, в Висконсин. А на турнир ты приехал в Калифорнию, в Лагуна Хиллз. Ну, расстояние, скажем так, немаленькое. Ты почти всю страну проехал. Легко ли было тебе добираться, и были у тебя ограничения при перемещении по стране? Ну, не очень, да. Тут, действительно, это очень далеко. Не, я не на машине ехал, слава богу. У нас самолет 5 часов. Да, не, я еще летел. Мы с женой не из Мэдисона летели. Просто сейчас, как бы, получается, тут есть такие супербольшие аэропорты. Это, в нашем случае, Чикаго. Это 2 часа где-то от нас на машине. И в случае Калифорнии, ну, это Южная Калифорния, это Лос-Анджелес. Соответственно, мы ехали из дома 2 часа до аэропорта Чикаго. Потом, да, 4,5 часа самолетом до Лос-Анджелеса. Там сразу взяли машину на прокат. Ну, да, на Хайм где-то час, наверное, еще от Лос-Анджелеса. Потому что иначе в Америке общественного транспорта очень плохо развиться. Иначе очень трудно перемещаться. Тут еще, конечно, смешной момент был. Я приехал в день турнира не по тому адресу. Я приехал в то помещение, где мы играли в прошлом году. В школу, в Пэйр Монт. И обнаружил, что там никого нет. Пришлось быстренько перемещаться в другое место. В Америке, типа, расстояния все большие. Я еще с утра 50 лишних километров проехал. Ограничения при перемещении? Ограничений везде очень много. То есть, например, если ты прилетаешь в Лос-Анджелес, ты должен 10 дней самокарантиниться и не общаться ни с кем. Но это, опять же, фишка Америки, что ограничений много, но они никак не имплементируются. То есть, никто не следит за их выполнением. Когда я в прокате машин спрашиваю, говорю, вот мы только что из Ленойса, мол, прилетели, можно ли нам взять машину? Мужик говорит, ну, конечно, можно, типа, иначе как же вы будете без нее перемещаться? Вот, ну, в общем, да, всем все равно, никто ничего не контролирует, хотя формально трав за такое поведение, это, мне кажется, 500 долларов. Ты, по-моему, перед турниром сбросил в Телеграм-чат интересную фотку с фургончиком таким брендированным. Это что, спонсоры подарили? Нет, это Кевин Рапферт, он, наверное, такой главный активист в Америке по всем турнирам, но он в Калифорнии, да, их проводит. Он, соответственно, вышел на пенсию в прошлом году, он был директором школы, что-то типа 23 года, что ли, одно и то же. Вот, немножко подустал, сейчас работает уже в каком-то там доме детского творчества местном. Вот, он себе, да, заказал этот фургон, это его личный фургон, он там немножко его подбрандировал под ту фирму, где он сейчас работает, но это целиком его дело. Они там, может быть, чуть-чуть ему заплатили за эту наклейку, не знаю. В общем, какая идея этого фургона? У него есть мечта, когда-нибудь с этим фургоном поехать в такое автопутешествие по всем Соединенным Штатам и Канаде, взять с собой хоккей, в нем жить, спать, приезжать к хоккеистам и играть с ними в серии. Мол, проехать всю США и всю Канаду, сыграть со всеми хоккеистами, которые тут есть. Прикольно, прикольно, неплохо. Такая мечта хорошая. Смотри, а вот он хочет путешествовать, а имеет ли смысл европейцу вот ехать на такие дальние турниры в Америку? Ну, я помню, в том году приезжали, да, Эдгар Сайс, Атис Силес и Валс Маггерс, потом еще год назад Ян Пелконан приезжал. Абьярный, да, сейчас приезжал, да, Виталий Скорбогатов. Ну, да. Ну, я думаю, что, конечно, если ехать исключительно ради турнира, то смысла особо нет. Но уровень турниров не очень высокий сам по себе, хотя качество проведения достаточно хорошее, но, да, я не знаю, то есть в России можно съездить в любой провинциальный город, и уровень соперников будет, наверное, примерно такой же, там, в Нижний или в Сибирь, куда угодно. Ну, конечно, если объединять поездку, там, с кем-туризмом, то это очень-очень интересно. Ребята, в смысле, латыши в прошлом году, они, мне кажется, дней 7-10 провели в Калифорнии, и они были супер-супер обрадованы своему путешествию, купили, там, что-то, два или три чемодана себе, дополнительно, какой-то одежды, в Сан-Мирах и так далее. Очень понравилось тогда, да. И, конечно, очень интересно. Еще, как бы, мировой тур в США проходит в каких-то трех местах, да, это, соответственно, Анахайм, Южная Калифорния, просто очень приятное место с точки зрения природы, там и Горевуд рядом, и много чего интересного. Чикаго, тоже, да, большой город, очень интересный. Второй, самый большой крупный город, да, Америки, очень колоритный. Вот, ну, в Детройте, я не знаю, я еще не был в Детройте, но вряд ли, наверное, из Европы люди хотят, там, в Детройте съездить посмотреть. Так, в общем, да, конечно, с туризмом вместе интересно. Ну, главное, чтобы визу дали. Да, теперь давай немножко про турнир поговорим. Вот, как вообще повлияла отмена мирового тура на турнир? Да, это, конечно, ITHF отменил мировой тур, мне кажется, дня за три, да, турниры. Многие, на самом деле, люди пропали из регистрации после этого момента. Возможно, кто-то воспринял это как такой сигнал свыше, что в хоккей играть вообще не нужно. Вот, но в остальном, как Кевин сразу написал, что неважно, какое будет решение, он турнир проведет. Вот, ну, конечно, участников в этом году совсем мало. Да, в прошлом году было под 50 участников. То есть, во-первых, да, очень много игроков хороших играет в Канаде, живут, в смысле, в Канаде, и сейчас граница закрыта с Канадой, точнее, она в ту сторону закрыта, то есть с США, потом не вернешься в Канаду, и они, соответственно, не приезжают. Конечно, и участников могло бы быть побольше. Ну, а какой еще, Валя, они все в масках играем, санитайзеры раздаются. Да, такая жизнь уже, да. А вот уровень организации был на высоте? Кевин, он долгое время в школе, соответственно, с детишками занимается, поэтому у него очень много хороших полян, он умеет их подготавливать. Поляны, ну, почти новые, не знаю, в общем, не сильно заигранные, очень ровные, хорошие. Тут в Америке предпочитают более быстрые поляны, более насиликоненные, но при всем при этом они были равномерно насиликонные, это бывает по-разному, некоторые люди делают. В общем, с этим все хорошо. Зал приятный, просторный, там отдельно были комнаты отдыха, комнаты, чтобы покушать, какой-то там, да, еще Мак присутствовал на турнире, там можно было фокусы его посмотреть. Прикольно. Вот, да, призы. Он был, как, приглашен просто или он тоже играл? Не, он не играл, просто что-то там. Я так понимаю, что он работал, наверное, скорее всего, в этом же месте, где турнир проходит, просто сегодня у него там учеников не было. Вот. Призы, вот я тебе могу показать. Давай, конечно, очень интересно. И нашим зрителям. Во-первых, да, в Америке есть на всех турнирах лотерея, когда все, имена всех участников закидывают большой кубок, и из них достается по очереди, соответственно, кто что выиграл. Я в этом году вот выиграл настольный хоккей. О-о-о-о! Поздравляю! Спасибо, да. Это, конечно, многое чудо вызвало на турнире, но, да. Кроме этого, еще какие-то вот куча всяких призов от каких-то хоккейных команд. Это, наверное, Анахайм Дакс, в основном, какой-то вот такой чувак. Знаешь, есть баблхед, а этот бабл ноги. А, ну, типа собачка вот такая, да, вот эта? Прикольно, прикольно. Это футболка с Анахаймом. Что еще? Кепка. Тоже с Анахаймом. Полотенце. Тоже с Анахаймом. Прикольно. Слушай, а откуда, откуда они берут такие? Тоже с Анахаймом. Там еще сейчас в нем я сложил кучу каких-то значков от стики и так далее. А это тоже Анахайм. Анахайм. Тут какая-то стига уже. Ух ты, ракеточка, прикольно. Шведская. Что-то еще такое. Ну и медали, конечно. Мне кажется, одна медаль давалась за участие всем. Наверное, вот эта. Одна победителю. Вот, ну, медаль как-то, наверное. А, погоди, это еще не все. Вот еще что-то. Давай, давай. Я впервые такое видел. Три в виде темных очков на турнире. Они тоже с Анахаймом, конечно. Они очень-очень темные. Это такой, наверное, чисто калифорнийский вариант. Гангста. Гангста. Да, Гангста. Такая кепочка. Понятно. Ну, круто. Слушай, ну, конечно, призы очень прикольные. Откуда это все? Где он их берет? Слушай, я, честно говоря, не знаю. Он какой-то, я так не обсуждал, он большой-большой фанат вот Анахайм Дакс, их фарм-команды, тоже, которая там находится. То есть он посещает регулярно матчи. Те, что не может пустить, там смотрят обязательно, если он в другом месте находится. Вот мы, например, у нас турнир проходил, вечером, соответственно, была игра Анахайма. Поэтому после турнира мы к нему поехали в его дом. Вот и там сразу же уже этот матч был включен. Когда мы еще даже ходили, жена уже все подготовила заранее. Так что, я не знаю, мне кажется, он какое-то отношение к ним имеет, потому что он у них турниры тоже проводит на НХЛ по хоккейным перерывах или до матчей. Вот, может, ему там как-то такие призы дарят. Может, правда, покупает, я не знаю. Вот, можно у него что-то читать. Если хочешь, могу спросить. Понятно. Ну, что ж, спасибо большое тебе, что уделил время, ответил на вопросы для наших читателей из журнала «Время» настольного хоккея. Да. Пока. Спасибо Виталию и Арсению, что просветили нас о заокеанских турнирах. Когда мы еще выберемся в новый свет? Ну, пока продолжаем играть изолировано по своим странам. Так что, увидимся в эфире. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!